В молодежной школе по астрономии принимает участие более 150 школьников, студентов, аспирантов, а также учителей и педагогов дополнительного образования из разных городов России. Школа-конференция, которая проходит с КФУ с 28 по 30 августа, приурочена к знаменательному событию – 60-летию выхода на орбиту первого искусственного спутника Земли. Конечно, не все, кто пришел на эту школу, смогут стать астрономами, астрофизиками, специалистами по космическим полетам, но весь этот интерес, он очень полезен, он позволяет молодым людям понять, что наша Земля – только маленькая часть того, что есть на белом свете, и что это куда меньше пылинка, чем, скажем, один человек в масштабах большого города. В этом году существенно больше старшеклассников изъявили желание принять участие в школе. Неудивительно, что интерес растет. В России молодежные школы по астрономии, где лекторы, ведущие ученые России – большая редкость. Космическая наука – едва ли не единственная возможность встретиться с авторитетными учеными и пообщаться с такими же увлеченными ребятами, как они сами. Деленная – это множество таких срезов. Теперь я называю их дедвобранами. Это плоскости, к которой можно прикреплять струны. Черная дыра – это как раз сжатая струна из энергии. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюс.